В России ввели единый номер для обращений по коронавирусу. Теперь все вопросы по COVID-19 можно задать по телефону 122. В том числе вызвать скорую или врача. Есть еще нововведения в сфере здравоохранения. С 14 декабря начинают действовать новые правила оформления листков нетрудоспособности. Как теперь можно получить больничный и что изменилось? Об этом поговорим с исполняющей обязанности отдела Тюменского регионального фонда социального страхования Анны Иримко. Она на связи со студией. Анна Александровна, здравствуйте. Ну вот много изменений в отношении выдачи электронных листков нетрудоспособности. Какие новшества в их оформлении появились? Здравствуйте. Тот порядок выдачи листков нетрудоспособности, который действует на сегодняшний день, он не включает в себя правила оформления электронных больничных. Но по сути применяется по аналогии. До сегодняшнего дня не было документа, который регулировал именно оформление электронных больничных. Поэтому сказать, что что-то кардинально изменилось, наверное, неправильно. Скорее на бумагу перенесли те правила, которые выработаны на практике и применялись с 2017 года, с момента, когда сам электронный листок появился. Что же изменилось для работников? Наверное, самое главное, это в электронном больничном не нужно будет заполнять стропу места работы наименования работодателем. Также не нужно будет указывать вид занятости, основное место, либо совместительство. И если человек занят в нескольких местах работы, то можно будет получить один больничный и предоставить свой номер всем работодателям. Это упрощает работу, это исключает множество ошибок, которые на сегодняшний день существуют и снижает нагрузку на медицинскую организацию, так как людям не придется бегать для того, чтобы переоформить листок на дубликат в случае, если что-то будет оформлено неправильно. Но в целом новый порядок, он больше относится к медицинским организациям и к работодателям, а на порядок назначения выплаты пособия, по сути, не оказывает никакого влияния, так как порядок выплаты все-таки регулируется в федеральном законе. Но вот однако, как понимаю, изменились особенности выдачи листков нетрудоспособности при уходе за больным членом семьи. Вот особенно это актуально для родителей. Разъясните новые правила. При уходе за двумя и более детьми сейчас можно будет получить один электронный листок, точнее не сейчас, а с 14 декабря, когда порядок вступит в силу. В этом электронном листке будут указываться периоды ухода за всеми детьми и также сведения о них. Что же еще изменилось? Ну, по возрастной категории, если пойдем, то по действующим правилам по уходу за детьми в возрасте от 7 до 15 лет ранее можно было выдавать листок до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания. Сейчас это ограничение убрали. Хотя на порядок оплаты это, опять же, не влияет, так как в федеральном законе ограничения по оплате никуда не делаются. До 15 календарных дней по каждому случаю и до 45 календарных дней в календарном году. Ну вот еще с 14 декабря можно будет получить больничный без посещения врача, верно? Вот каким образом это сделать? Больничный – это юридически значимый документ, который служит основанием для назначения и выплаты пособия. Получить его без участия медицинской организации и уполномоченного медицинского работника невозможно. Тут вопрос по-другому стоит. Какими способами обратиться в медицинскую организацию и какими способами врач проведет экспертизу временной нетрудоспособности? Экспертизу можно было провести на приеме, либо когда врач вызывался на дом. То новый порядок включает в себя телемедицинские технологии. Что это означает? Это означает, что в случае, когда карантин, либо есть угроза распространения заболевания, врач может наблюдать за пациентом удаленно. Но это не исключает первого очного приема. В данном случае при очном приеме возможна установка какого-либо медицинского оборудования, которое необходимо для дальнейшего наблюдения. И дальнейшие периоды освобождения от работы временной нетрудоспособности уже будут удаленно, дистанционно. Анна Александровна, спасибо вам большое за понятные и доступные разъяснения.